Приветик, я Дарина Свит, и у меня сходу к вам вопрос. Верите ли вы в гороскопы? Согласны, что характер человека во многом зависит от того, под какой звездой он родился. Вот я по гороскопу лев. Если я где-то озвучиваю этот факт, то мне сразу говорят, ааа, лев, ну, все понятно. Царственный знак, властная натура, яркая, целеустремленная личность, которая очень любит внимание. Ну, не знаю, я так и не думаю. Возможно, какая-то доля, правда, в этом есть, какие-то основные черты. Но у меня очень много знакомых львов, и я не могу сказать, что мы все вот такие вот одинаковые. Но есть люди, которые уделяют этому очень большое внимание. Они буквально планируют всю свою жизнь, исходя из гороскопа. А недавно я прочитала, что одна российская звезда шоу-бизнеса приобрела себе собаку, французскую бульдожку, с помощью нумеролога, которая подбирала питомца, идеального питомца для всей семьи. И она так важно, так серьезно об этом рассуждала, что, мол, это один из самых главных факторов при выборе собаки. А оказывается, считается, что характер собак тоже подчиняется звездам. И астрологи советуют, если вы решили приобрести себе четвероногого друга, то сначала проверьте, подходит ли он вам по темпераменту. Все эти размышления подтолкнули меня на мысль поискать в интернете информацию на эту тему. И сегодня я поделюсь с вами тем, что я нашла. Давайте же скорее узнаем, как подобрать собаку по своему знаку зодиака. Поехали! Овен Судя по характеристикам знака Овен, эти люди энергичные, предприимчивые и напористые. Активность занимает большую часть их жизни. К тому же люди этого знака довольно храбрые и порой совершают необдуманные поступки. Собаки этому знаку нужны с похожим темпераментом. Активные, выносливые и громкие. Отличную компанию Овеном составят четвероногие друзья породы немецкая овчарка, доберман, боксер и хаски. Но иногда огненному знаку все же нужно отдыхать. Если Овен захочет завести собаку для снятия напряжения, а не для активного отдыха, то в этом случае подойдут небольшие собачки типа Пекинеса, Чихуахуа, Тойпуделя, Вестхайленда. Телец. Тельцов отличают миролюбие, великодушие и доброта. Люди этого знака легко могут обходиться вообще без собаки. Но если уж надо выбрать, то это будут породы, которые не требуют повышенного внимания и активности. Однако порой тельцы заводят собак, чтобы те их расшевелили. Ведь хочешь не хочешь, а животное надо выгуливать. И в том, и в другом случае лучшим другом может стать Шарпей, Мопс, Английский Бульдог, Сен-Бернар, Чао-Чао или Скотч-Терьер. Эти породы достаточно самостоятельны, но и активны тоже. Близнецы. Люди, рожденные под знаком близнецов, известны своей разносторонностью, склонностью быть всегда в движении и потребностью в разнообразии. А еще близнецам свойственна страсть к коллекционированию, неважно чего. Поэтому часто людям этого знака недостаточно завести одно животное. Близнецам подойдут такие породы, как Лабрадор, Колли, Йоркширский Терьер, Далматины и Кокерспаниели. Только у близнецов есть одна черта – они могут быстро устать от активности собаки и ее громкого лая. Если замечаете за собой эту особенность, лучше заводите лайку или Чао-Чао. Для душевного равновесия – самое то. Рак. Характеристика рака утверждает, что представители этого знака зодиака эмоциональны, чувствительны, часто впадают в меланхолию, хотя внешне могут и не показывать своего состояния, из-за чего окружающие воспринимают раков как холоднокровных и расчетливых людей. И только близкие знают, насколько по-настоящему ранимы раки. От домашнего питомца этим людям требуется покой, уют и душевное равновесие. Собака рака должна внешне и внутренне служить антистрессом. Чем пушистее и декоративнее, тем лучше. Удивительно, но в мире собак есть свои психологи. Это уравновешенные и спокойные кавказская овчарка, бобтейл, мальтийская баллонка, королевский пузель и скайтерьер. Лев. Рожденные под знаком льва, как правило, харизматичные, уверенные в себе, гордые и целеустремленные люди. Как и цари зверей, люди этого знака любят производить впечатление на окружающих. Быть незаметным – это не про льва, тоже и с собаками. Это должны быть такие четвероногие, мимо которых не пройдешь, не оглянувшись. Поэтому подходящие породы собак для льва – мастиф, борзая, русская и афганская, немецкий док и ризеншнауцер. Осанка, походка и выражение морды этих собак должны прямо свидетельствовать об их аристократическом происхождении никак не меньше. А у льва иначе и быть не может. Ну, что я вам говорила? У астрологов по поводу львов сложилось четкое мнение. Я, согласна, не со всем вышесказанным. У меня нет таких эффектных собак, каких они рекомендуют. Но если так задуматься, то мы с моими песами берем не эффектным внешним видом, а количеством. И внимания нам точно хватает. Дева. Дева – это самый человечный знак зодиака. Доброта, человеколюбие и вера в лучшее – основные черты дев. Но при этом они весьма практичны, что часто останавливает их от того, чтобы завести питомца. Но если уж заводят, неважно кого – собаку, кошку, хомячка или рыбок – заботятся о них, как о полноправных членах семьи. Сложности их только подстегивают, поэтому дева сможет ужиться с любой породой. Всякую собаку она воспитывает так, как нужно ей. И сделает из нее домашнего питомца. Но если уж выбирать, то этому знаку подойдут такса, цверхшнауцер, миттельшнауцер, доберман или бассет. Главное, чтобы пес стал другом, послушным и рациональным. Весы. В людях, рожденных под знаком весов, уживаются, казалось бы, несочетаемые качества. Но при этом весы обаятельны, ответственны и скурпулезны. Представителей этого знака уравновешенными не назовешь. У них быстро меняется настроение. Весам трудно принимать решения. Они часто колеблются и могут сто раз передумать. При выборе питомца эти люди часто тоже не могут определиться. Поэтому заводят сразу кошку и собаку. Или же щенков разных пород, чтобы наблюдать контраст в их поведении. Но если такому хозяину не хватает уверенности в завтрашнем дне, то стоит подумать о сожительстве со спокойными собаками, мопсами, бешеными фрезе или вредками. Эти породы тонко чувствуют настроение хозяина и вносят в его жизнь позитив и миролюбие. Знак скорпиона считается самым мистическим. Представители этого знака мудры, сильны духом, но загадочны. Нелегко понять, что у них на уме. Существует несколько мнений о том, каких собак лучше заводить скорпиону. По одной версии мистической. Благоприятнее всего на развитие людей этого знака будет действовать большая собака с черным окрасом. Овчарка-дог Ньюфаундленд Грюниндель. Другая версия реалистичная. Советуют завести лабрадора, доброжелательного и преданного друга. А вот декоративных пород с истерическим характером скорпиону лучше избегать. Стрелец. Один из самых позитивных и свободолюбивых знаков зодиака. Стрельцы отчаянные любители приключений. Им вечно не сидится на месте. У них всегда куча планов, большинство из которых не выполняются. Но это не огорчает стрельцов, ведь в жизни столько интересного, что времени, на сожалению, просто нет. Люди этого знака сами не признают дрессировку и правила, поэтому к своей собаке не предъявляют слишком высоких требований, а просто любят своего питомца. Поэтому и заводят стрельцы чаще всего собак породы Бладхаунд, Бассет, Бигль, Борза или Бассенджи. Эти породы обучаются сложнее, но зато они невероятно обаятельны и способны часами играть с хозяином. Кстати, беспородные собаки тоже привлекают внимание стрельцов, благодаря своему дружелюбию. Козероги чистолюбивы, практичны, серьезны, имеют на все свою точку зрения. Они ответственны, хорошие организаторы, но при этом упрямы, как в процессе достижения результата, так и при общении с людьми. Если козерог решает завести собаку, он должен четко понимать, с какой целью это делает. Если ему нужен единомышленник, то лучше всего для этого подойдут философски настроенный чау-чау, крепко стоящий на лапах Ротвеллер или степенный английский бульдог. Если же хозяин козерог планирует заняться воспитанием себя через воспитание собаки, тогда лучшим выбором станут такса, французский бульдог, бассет-хаунд, бульмастив, боксер или даже бультерьер. Водолей. Один из самых коммуникабельных знаков, представители которого обладают тягой ко всему необычному. Они открыты для экспериментов, не боятся пробовать новое. Поэтому, когда водолей выбирает себе питомца, это тоже должен быть кто-то необычный, авангардный или редкий. Существует огромное количество редких собачьих пород, которые могли бы заинтересовать водолея. Это и леонбергер, и тибетский мастиф, и венгерская овчарка, и бородатый колли, китайская хохлатая, муди и каталбурун. При этом практичность собаки, ее обучаемость, характер и родословное мало интересуют хозяина водолея. Главное – элемент неожиданности. Рыбы. Рыбы мечтательны, но нерешительны. Амбициозны, но чаще живут мечтами, а не действиями. Как и козероги, рыбы консервативны и с трудом принимают изменения в жизни. А решиться на нестандартное поведение для них практически невозможно. Дома этому знаку комфортно в тишине и покое. Так что к собакам для представителей этого знака зодиака есть определенные требования. Они должны быть покладистыми, преданными и беспрекословно слушаться хозяина. Еще рыбы любят долгие прогулки. Среди собак такими особенностями характера обладают спаниель, немецкая овчарка, золотистый ретривер, вель, шкоргий и долматин. В гороскопы можно верить, можно не верить. Можно просто довериться судьбе и поступать, как сердце подскажет дело ваше. Совместимость гороскопов – это, конечно, штука спорная, но прикиньте, вдруг это правда работает. Решайте сами. А еще я нашла гороскоп для собак и описание знаков зодиаков, песиков, в зависимости от того, в какой день они родились и какие черты характера свойственны им. Но эта тема уже совсем другого видео, поэтому ждите скоро на моем канале. На этом будем прощаться, спасибо за просмотр, не забудьте подписаться и скоро увидимся. Пока. Девчонки, кто это вы у меня, получается, по знаку зодиака? Лиз. А ты козерог. Я думаю, ну что ж ты такая упрямая у меня. Вот как упрешься. Я тебе говорю, ну пожалуйста, сделай это. И нет, и все ясно с тобой, Лиза. Козерог. Все понятно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok